Утро Сергея Пасюта началось неожиданно. Услышал непонятный звук из туалета, заглянул, а там коммунальное чудо. Слышу, бульвы идут какие-то. Заглянул в туалет, а там метр от унитаза подлетает вот эта вся шняга. Ну, возмущения уже не было. Я вылетел туда, я говорю, вы что делаете? Да, вот так вот, мы, говорит, чистим, работаем. Как выяснил Сергей, во время откачки стоков рабочие горводоканала для прочистки засорившейся трубы решили проблему оригинальной и пустили давление в дом. Зашла сюда, и ей всё вот это упало на голову. Мы звоним в водоканал, водоканал посылает, там, в ЖУ, в ЖУ, в водоканал, и вот так вот бесконечно. Одни жильцы полдня потратили на уборку своих санузлов, остальные пошли на принцип. Пусть убирают те, кто всё это устроил. Они, получается, продували трубу в обратную сторону. Это где видано? Мы знаем, мы ездили в ЖУ-5, мы слышали, в обратную сторону септик продули. И что теперь? Дальше кто будет убираться? В итоге к приезду нашей съёмочной группы к 15-му дому приехала бригада из водоканала. Рабочие с тряпками и вёдрами идут в квартиры убирать следы фонтана. Но жильцов теперь волнует, а кто уберет канализацию из подвала? Снова звонок в ЖУ-5. Мы сейчас туда посмотрели, там полностью. Не надо. Два месяца назад была проверка жилищной инспекции, мы вскрывали, там не было воды. Сейчас, я понимаю, я не отрицаю, сейчас, может быть, у вас и есть вода. А что нам делать-то теперь? Да ничего, сейчас это всё устаканится, и пойдём выламывать и искать. Наша телерадиокомпания надеется, что всё действительно устаканится. Жильцы пообещают держать нас в курсе событий. Наталья Платонова, Денис Ефремов, телерадиокомпания Юганск.